Даже не вздумайте спрашивать, что за чудесная стена за мной. Я ее анонсирую только в конце апреля. Я ничего не настроила. Сейчас, секунду, я этим займусь. В общем-то, в чем сегодняшняя суть видео? Есть такой нормативный документ. Он называется «Услуги бытовые наращивания ресниц». Вообще, если прочитать этот документ, то в целом о профессии уже сложится какое-то мнение. И будет ясно и понятно больше половины всего, что, может быть, даже на каких-то курсах говорят. Возможно, прочитав его самостоятельно или после этого видео, вы подумаете, почему же какой-то части из этого не было в моем обучении, там, базовом или каком-то повышении квалификации. И я этого не знаю и не знал до сих пор. Возможно, у вас появятся какие-то дополнения. Они тоже у меня есть. Однако, дополнять сегодня ничем я не планирую. Этот самый нормативный документ. Я лишь хочу показать то, что правила для наращивания ресниц, для лэш-мастеров, они есть. Они четко прописаны во всех нормативных документах, которые вот сегодня я вам буду демонстрировать. Конечно, все о них знают. И буквально там в 2015 году, не так давно, это все в нашу жизнь вошло. И многие слышали об этом. Но никто, по сути, не интересовался и не читал никогда эти все нормативы. Однако, я вам должна сказать, что если вы прочтете просто ГОСТ 9 страниц текста, там даже получится текста не 9, а может быть 4 от силы, то, возможно, ваше отношение к профессии уже изменится. Там, в принципе, достаточно знаний, которые вот на первоначальном этапе вам могут пригодиться. То есть, например, если вы даже хотите принять решение, стоит ли вам идти в профессию, прочитав эти пункты, основные положения и так далее, вы уже сложите некоторое мнение о профессии и сможете принять какое-то решение. Я предлагаю основываться именно на этом документе, не о том, что вам рассказывают друзья, подруги, и что вы видите. То, что мы видим, это часто искаженное наше восприятие, и оно может совсем не соответствовать действительности. Ну так вот, будем переходить, в общем, к нормативным документам. Сейчас я все это убавлю. Значит, что мы здесь видим? Национальный стандарт Российской Федерации, услуги бытовые, общие требования наращивания ресниц. Москва 2015. Значит, кем разработан, когда внесен, кем утвержден. В общем, все, впервые он действительно был введен в 2015 году. После этого корректировок никаких не поступало. Итак, то есть уже две страницы мы прочли. И третья страница – это содержание, как ни странно. То есть из девяти уже область того, что вам придется осилить и прочитать, уже намного уменьшилась. Значит, что мы видим в содержании? Что мы будем здесь сегодня смотреть? Область применения, нормативные ссылки, термины и определения, классификация услуг по наращиванию ресниц, общие требования, основные показатели качества услуг по наращиванию ресниц, основные этапы наращивания ресниц и снятия, требования к персоналу, требования безопасности и экологичности. Приложение «Библиография». То есть в конце последняя страница – это вот последняя, девятая, мы тоже ее убираем, и библиография, то есть то, на что ссылается, собственно говоря, данный документ. То есть по сути вам стоит раз, два, три, четыре, всего лишь пять, ну шесть, да, страниц прочесть. В общем, ладно. Некоторые самые важные для себя и для вас, так думаю, тезисы я выделила, и буду их сегодня пояснять. Я не говорю о том, что хочу разобраться полностью во всем гости, и я многими терминами юридическими в том числе не владею, но в целом, если во всем этом разобраться, здесь все очень просто и очень легко, то есть нет никакого затруднения все это изучить самостоятельно. Область применения «Настоящий стандарт» устанавливает основные термины и определения, классификации и общего требования к качеству и безопасности услуг по наращиванию ресниц. Стандарт распространяется на услуги по наращиванию ресниц, оказываемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, далее исполнители, то есть это мы, мы исполнители. «Настоящий стандарт» является основополагающим при разработке нормативных документов на услуги конкретных видов по наращиванию ресниц. Окей, хорошо. На что мы ссылаемся? Пожарная безопасность, система стандартов электробезопасность, услуги населению, термины определения, услуги бытовые, парикмахерские и классификации организаций. Хорошо. С третьего пункта у нас уже начинается более-менее информация, которая нам сегодня будет нужна. В настоящем стандарте применены термины ГОСТ 50646. Это, в общем, все вот эти ссылки, они здесь есть. ГОСТ 51142 – это, по-моему, как раз-таки услуги бытовые, парикмахерские, и вот это вот все. А также следующие термины. Так вот, какие термины? Услуги по наращиванию ресниц – это физическое и химическое воздействие на ресницы клиента, связанное с изменением формы, размеров и цвета ресниц с целью придания лицу индивидуальной выразительности с использованием искусственных ресниц для удовлетворения эстетических потребностей клиента. Я выделила физическое и химическое, потому что, честно говоря, два дня назад просто обалдела, когда прочитала какой-то комментарий, и там было сказано, что типа, ну, не все мастера используют материалы натурального происхождения, но нет никакого натурального происхождения у мастера по наращиванию ресниц. Мы работаем только с химическими веществами, мы работаем никакой натуральной, никакой органики. Ну, что смеяться? Конечно, нет. Я понимаю, что это модная очень такая повестка, однако в наращивании ресниц не существует никаких натуральных компонентов и никаких натуральных материалов, их просто нет. Физическое, собственно говоря, что мы должны применить какую-то силу, чтобы приклеить, то есть, чтобы у нас произошло склеивание. Итак, искусственные ресницы – это изделия из синтетических или натуральных материалов, используемых для изменения внешнего вида. Ну, то есть, понятно, что это наши искусственные ресницы, длина, толщина, изгиб, цвет и так далее, и так далее. Потребитель услуг по наращиванию ресниц – это наш клиент, физическое лицо, получающее, заказывающее или имеющее намерение получить или заказать услуги по наращиванию ресниц. Исполнитель – это мы. Организация, независимо от ее организационно-правовой формы, также индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по наращиванию ресниц – это мастера, это мы. Уход за ресницами. Химическое и физическое, опять же, воздействие на ресницы или веки. Глаз в целях поддержания эстетического вида и здорового состояния ресниц. Поресничное наращивание. Наращивание одной искусственной ресницы на одну ресницу клиента. Поресничная, классика, 1D. То есть, вот таким вот образом распределяется. И объемное наращивание, соответственно, две и более искусственные ресницы на одну ресницу клиента. То есть, там, 2D, 3D и так далее, сколько угодно. Пучковое наращивание. Наращивание пучка искусственных ресниц в межресничное пространство. На кожу века глаз. То есть, здесь к мастерам по наращиванию ресниц это не имеет никакого отношения. Может быть, и имеет, конечно. Большое это по части визажистов. То есть, этот пучок, который, не который мы формируем, это не тот пучок, который формирует мастер, там, ручным способом или способом на ленте. То есть, это не то. Это когда прямо к коже приклеиваются на специальный клей искусственные пучки, которые чаще всего используют визажисты, а также полная лента, может быть, да, для, ну, в общем, эти накладные ресницы. То есть, пучковое наращивание не стоит путать с объемным тем, которые вот выполняет как раз-таки мастер лэшмейкер. Биозавивка ресниц меня мало волнует. Как бы я знаю технологию, все это я делала, но вот, ну, как бы здесь тоже, так как все это относится к ресницам, поэтому здесь, соответственно, и этот пункт тоже есть. Биозавивка, ламинирование тоже, это все сюда же. Придание изгиба, то есть, путем, опять же, воздействия химических препаратов на натуральную ресницу. Декорирование ресниц, значит, это стразы, какие-то штуки, то есть, все, что касается декора, все то, что может такую более творческую какую-то составляющую привнести в наращивание. Вот, ну, это, как правило, опять же, не повседневное. То есть, носка, конечно, кто-то до сих пор делает из стразы и там какие-то бусины и так далее, но это чаще всего какой-то такой творческий проект. Не на повседневную носку. Коррекция ресниц после наращивания замена искусственных, потерявших со временем эстетический вид, на новые искусственные ресницы. Также восстановление формы и объема наращивания ресниц. Уверена, что многие из вас делают коррекцию ресниц, я тоже ее делаю, ничего там страшного, ужасного нет. То есть, сама по себе коррекция не является какой-то ужасной, страшной процедурой. То есть, она имеет место быть с удовольствием. Там есть, ну, кому можно ее делать, кому не стоит. Но в целом, вот, существует коррекция ресниц. И снятие, удаление наращивания ресниц. Это воздействие на ресницы клиента. Опять же, химическими препаратами никаких воздушных натуральностей нет у нас. С целью удаления остатков наращенного материала. Итак, классификация услуг по наращиванию ресниц. То есть, с терминами мы разобрались, что такое, как, чего, то есть, кто мы, кто клиент, какое наращивание мы предлагаем, что мы можем делать. То есть, можем декор, можем снять, можем коррекцию, можем по ресничной объемной и так далее. Классификация услуг по наращиванию ресниц. Услуги классифицируют по следующим направлениям. По видам. И сразу по видам, давайте по технологическому признаку, по месту оказания, по уровню обслуживания клиентов. Итак, по видам на что распределяется? Услуги по наращиванию ресниц, услуги по декорированию, услуги по уходу за ресницами, услуги по коррекции ресниц, услуги по снятию. То есть, по сути, это все разные услуги. Клиент может прийти просто на снятие, клиент может прийти на коррекцию, на наращивание, может доставить какие-то там декорированные штуки. То есть, это все по видам. По технологическому признаку. Здесь, то есть, какие есть способы? По способу прикрепления искусственной ресницы к ресницам клиента. То есть, прикрепление одной или нескольких к ресницам клиента. По применяемым материалам синтетические и натуральные. Натуральные, как правило, уже что-то про них вообще ничего не слышно. В основном все синтетические материалы. Я слабо верю, что сейчас что-то из натурального осталось. Наверное, что-то осталось на рынке. Я не в курсе, не знаю. По применяемым клеям. Контактные, быстровысыхающие, гипоаллергенные. Здесь, опять же, так как ГОСТ предназначен по всем видам по наращиванию ресниц. То есть, опять же, клей, который может быть безвредный для кожи, он тоже здесь имеет место быть. По месту оказания услуги. По месту оказания услуги по наращиванию ресниц подразделяют услуги, оказываемые по местонахождению исполнителя, то есть нас, и по местонахождению клиента. И здесь есть примечание. Допускается оказание услуг по местонахождению клиента при использовании способа прикрепления пучка искусственных ресниц к веку клиента или способа декорирования. То есть, по большому счету, если у клиента нет оборудованного специальной какой-то там комнаты, где мастер по наращиванию ресниц, короче, речь о домашнем наращивании, типа, ну, выезд на дом. Потому что чаще всего, да, выезд на дом, он не является таким, ну, регламентированным, да. Значит, по уровню обслуживания клиентов услуги, вот он по уровню, услуги по наращиванию ресниц классифицируют в соответствии с требованиями ГОСТ. Опять же, это бытовые парикмахерские услуги и 5308, не помню. Наверняка что-то из санитарно-эпидемиологических норм, я так думаю. Ну ладно, не важно. Общие требования. Услуги по наращиванию ресниц должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и интересам клиентов, быть безопасными для жизни, здоровья, имущества клиентов и окружающей среды. Это очень важный пункт, что они должны не только соответствовать требованиям данного, вот данного, то, что мы дальше будем изучать. Интересы клиента, запрос клиента, а также быть безопасными для клиента, в том числе для жизни, его для здоровья и так далее. Так, теперь обязательными условиями является что? Документально подтвержденная профессиональная подготовка и квалификация мастера. Документально подтвержденная. Курсы на YouTube посмотрели, там, ролик не считается. Обязательно должно быть профессиональная подготовка. Чуть дальше, немножко еще больше этот вопрос раскроется. То есть обязательно должна быть подтвержденная квалификация. Вы не просто так решили посмотреть пару видосов уже не то время. Честно, можно было лет 10 назад посмотреть пару видео, которых вообще не было, конечно, и показывали такой просто трэш. Можно было все равно, основываясь на вот этих видео, начать работу. Но сейчас это просто, это просто нецелесообразно, это просто неправильно. Это неправильно без подготовки приступать к подобной процедуре. Далее обязательное условие. Наличие материалов, клеев, инструментов и технологического оборудования. То есть все-таки наращивание ресниц это отдельная отрасль. И у нас есть специальные препараты, специальное оборудование. Оно, конечно, может быть смежным, там, с теми же перманентным макияжем, какие-то мы одинаково используем препараты или инструменты. То есть, в принципе, все, что касается бьюти, у нас идет пересечение, да. Но материалы для наращивания ресниц, они есть. Не нужно придумывать и брать непонятно, что, из какой сферы деятельности и пытаться это внедрить. То есть все уже придумано. Уже есть материалы, есть инструменты, есть оборудование, специальное. Оно, вот, пожалуйста, покупайте его, используйте его. Далее, обязательным является использование одноразовых изделий, материалов и полная стерилизация многоразовых инструментов. Это, конечно же, здесь речь о том, что нужно обязательно использовать одноразовые материалы, одноразовые расходники, ну, просто шапочки, простыни. То есть это все не так сложно. И обязательно обрабатывать инструменты после каждого клиента. Это очень важный пункт в данном разделе в том числе. Наличие часов таймеров. Ну, это для биозавивок. Ну, чтобы время просто-напросто, и вы знаете, принцип биозавивки, если составы передерживаются или не додерживаются, там происходят определенные неправильные химические процессы, которые могут привести к плачевным результатам. И так далее. Обязательное условие для оказания услуг. Наличие нормативных и технических документов на услуги конкретных видов по наращиванию ресниц. Заключение договора между исполнителем и клиентом с приложением к нему информированного согласия клиента на оказание услуг. Обязательно лучше для самостоятельной подстраховки иметь все равно документальное какое-то подкрепление ко всему, что вы делаете. Поэтому лишним, думаю, что не будет. И так далее. Это обязательные. Далее. Необходимо учитывать противопоказания и индивидуальные особенности конкретного клиента. Это очень общие все слова, но в том-то и суть, что из всего множества, что есть в индустрии наращивания ресниц, нужно было сделать конкретно, то есть все это каким-то образом сжать до такой степени, чтобы было понятно и просто и все термины, все, что вмещалось. Услуги. Так, при оказании услуг по наращиванию ресниц необходимо учитывать противопоказания и индивидуальные особенности. Тоже немножко далее будет расшифровка этого пункта в том числе. Услуги так. Услуги по наращиванию ресниц характеризуются безопасностью, экологичностью и функциональностью. Показатели безопасности и экологичности определяются законодательными актами и нормативными документами. Например, данный ГОСТ – это тоже нормативный акт. правило по обработке инструментов – это тоже нормативный акт. Это все регулируется. Правило к выбору помещений, вентиляция, пожарная безопасность. Это все также относится к законодательным актам и нормативным документам. Пункт 5.6. Помещения, в которых проводят прием и оформление заказов от клиентов на оказание услуг по наращиванию ресниц, должны соответствовать ГОСТу, рабочим помещениям. То есть это опять же к тому, какие сроки должны быть, какие нормативные акты, какие документы должны заключаться, как должна происходить дезинфекция. То есть это все ссылки на нормативные документы, которые внизу на последней странице. Далее важный пункт. Материалы, клеи, инструменты и технологическое оборудование, используемые при выполнении услуг, следует применять в соответствии с требованиями нормативных и технических документов изготовителей. Огромное количество есть материалов, брендов по наращиванию ресниц. Огромная ошибка закупать материалы, препараты и прочие вещи для наращивания ресниц у каких-то непонятных, непроверенных магазинов, например. Понятно, что они открываются и они не обязаны быть известными сразу, их не обязаны сразу все покупать, но у них, у производителей обязательно на руках есть документы, которые подтверждают, что действительно эти препараты были произведены по всем стандартным и нормам качества. Материалы, вещества, инструменты, входящие в перечень товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, должны иметь сертификат соответствия. То есть все свидетельства о регистрации должны быть в порядке. Но этим тоже пунктом не стоит злоупотреблять. Очень часто можно услышать, что вот на самом деле это просто материалы были плохие и так далее. Но чаще всего у производителей все в порядке с документами. Действительно, те, кто крупные компании, которые этим уже давно занимаются, скорее всего, с ними проблем никаких не будет. Чаще всего даже все эти нормативные документы, они в открытом доступе на сайте, то есть их можно спокойно посмотреть, изучить, и никаких претензий как бы не возникнет. Клеи, используемые для наращивания ресниц, должны соответствовать требованиям. Клей следует хранить в темном, прохладном месте при температуре 6-18 градусов и не больше полутора месяцев после вскрытия упаковки. Это также пишется на каждой упаковке от производителя. То есть читайте внимательно, что пишет производитель. Может быть, он вам скажет, что нужно хранить таким образом или пользоваться другим образом. То есть у каждого все равно препарата, хотя я считаю, что плюс-минус революционных никаких, невозможно сделать в этой сфере прямо переворотов. То есть если клей должен приклеить ресницу, то там должен быть определенный компонент, который отвечает за эту склейку. И ничего вы не придумываете, не придумываете больше другого. Понимаете? И то же самое, чтобы очистить ресницу, обезжирить ее, грубо говоря, подсушить, нужен тоже определенный компонент. И ничего другого не сделаете, никакой другой вы компонент не используете. Все это примерно плюс-минус одинаково. Но все же разные производители заявляют о своих каких-то там инновациях и так далее. Стоит лучше прислушаться к тому, как они все-таки рекомендуют использовать их продукт. Рабочее место мастера должно быть оснащено оборудованием, инструментами, материалами, средствами, отвечающим требованиям безопасности, производственной санитарии, эстетике и эргономике. В помещении, где предоставляется услуга, следует поддерживать оптимальную температуру. Но это все знают. Это ни для кого не секрет. И даже более того, то, что здесь написано, это не потому, что именно в помещении, где вы работаете, должна быть такая температура. Это в целом, где вы живете и как вы существуете, должна быть вот такая температура. То есть, по сути, это градусы и проценты те, которые нужны человеку для комфортного существования. Когда вы соблюдаете температурный режим, а также влажность воздуха. Я понимаю, что это не всегда возможно. Есть разные климатические зоны и так далее. Но следует... Нет ничего невозможного. И следует как бы создавать себе вот такие вот условия всегда. Поэтому надо подгонять. Если чего-то не хватает, ставьте кондиционеры, увлажнители и так далее. То есть, спокойно этот вопрос не является каким-то очень сложным. Все решается. Все решается. Нужно этим только заняться. Основные показатели качества услуг. Вот здесь интересный пункт. Основные показатели качества. Как мы можем определить? У меня есть видео, которое касается того, как определить хороший мастер. То есть, там был такой пункт. Это одно из первых видео. Я оставлю на него ссылку. Можете посмотреть. Так все-таки какие же показатели качества должны указывать на то, что наращивание ресниц все-таки исполнено качественно, услуга предоставлена. Наращивание ресниц должны удовлетворять эстетическим требованиям клиента. Но подождите, не спешите, это еще не все. Соответствует направлению моды обеспечивать психологическое удовлетворение клиента и сохранять его физическое здоровье. И вот последнее предложение про физическое как раз-таки здоровье, почему-то оно последнее, хотя его бы переместить вот прямо в самое начало и прямо выделить одним большим пунктом. Потому что самое главное все-таки кроме того, что нужно удовлетворять эстетические требования, все-таки самое главное это сохранить физическое здоровье клиента. есть пост буквально там 8 марта вот несколько дней назад случилась ситуация, что получил клиент очень страшный ожог. Короче, все эти потом после этого комментарии и так далее, в общем, все свелось к тому, что типа это аллергия. Но хотя на самом деле я еще так не считаю, что это некая аллергия, аллергия на моей вообще практике за 10 лет она была всего лишь у троих наверное клиентов. Не знаю, может еще если я подумаю вспомню, может быть еще одного. Это очень редкая ситуация, когда встречается аллергическая реакция именно на компоненты. Чаще всего как это не страшно, как это не странно, это ошибки мастера. Поэтому следует всегда обращать внимание на то, как вы работаете. Еще раз, вот здесь сейчас в этом пункте есть основные моменты, основные показатели качества. И вот прочитав их, даже просто прочитав их и проверить себя по этим пунктам, уже будет хотя бы каким-то одним шагом на пути к тому, чтобы не допускать ситуации, когда клиенты попадают в больницы и так далее. Конечно, не спорю, разные ситуации случаются. Бывает, что и клиент какой-то недобросовестный и так далее, но это редкость. К сожалению, это редкость. В основном беспечность мастера приводит к вот таким фатальным иногда случаям, которых очень много, но они все скрываются за какой-то мифической аллергией и какой-то мифический там этот клей неправильный какой-то или что-то еще, то есть или клиенты вот просто такие. В общем, куча отговорок, но ладно, это лирическое отступление. Искусственные ресницы. А, отступ. Отступ должен быть легко просматриваемым и составлять от 0,2 до 1 миллиметра. Вы поймите, что когда на обучениях и не только я говорю об отступе, ну и не только я, все об этом говорят, то вот, пожалуйста, это нормативный документ, это никто не придумал, вот вам, пожалуйста, 0,2 до 1 миллиметра. 1 миллиметр чаще всего это ученический отступ, то есть когда вы только учитесь, конечно, вы не можете все сделать идеально, но лучше сделать чуть больше, пускайте ресницы отрастут немного раньше и так далее, чем они будут приклеены просто-напросто в кожу и это будет доставлять не то, что дискомфорт, это запрещено так делать, есть регламент, все, это запрещено так делать нельзя. Далее, пункт 6.4 должны быть равномерно распределены по веку, ну это понятно, что и внутренние надо наращивать, и внешние надо наращивать, и что они должны соответствовать и образу, и стилю клиента и так далее, после наращивания ресниц не допускают. Здесь также важная информация наличия повреждений кожных покровов по всей длине века, и не только века, и вообще в целом глаз, я бы еще даже добавила, потому что повреждения от клея, от испарений, повреждения от патчей, повреждения любого рода, ожоги и так далее, их никто не отменял, это вот как раз-таки в пику того, что мы об отступе только что поговорили и так далее, очень много технических ошибок, которые сами мастера допускают, а потом все это нивелирует тем, что якобы что-то пошло не так, и это не их вина. Повреждений кожных покровов быть не должно ни на веки, ни под веком, вообще нигде, никаких повреждений в целом вообще не может быть, то есть процедура должна быть максимально безопасной, потому что глаза это орган зрения, да даже если это были бы и не глаза, какая разница, наносить вред человеку это неправильно, наличие склеенных верхних и нижних ресниц, ну соответственно, что не должно быть склеек верхних, пушковых ресниц, нижних и так далее, это запрещено, то есть наращивание одной искусственной и липучка только на одну натуральной, никаких склеенных не должно быть между собой ресниц. Следующий пункт наличие на ресницах комочков клея, белого налета от слез инородных веществ, царинок, пылинок, это все к частоте в наращивании, это все про то, как вы умыли клиента, как вы обезжирили, почему у вас слезы потекли у нее, смогли ли вы справиться со слезотечением, то есть что-то попало, много клея получилось взять, он как-то неровно засох, получились склейки, вы их начинали разрывать, они все ресницы повредились, в общем, куча проблем, или клеем старым вы клеили, который уже засох, то есть там очень много пунктов, и еще раз, это все просто выжимка, это все максимально сжато, понятное дело, что на курсе, который вы проходите, будь то базовый курс или повышение квалификации, это все раскрывается, то есть там очень много разных моментов, на которые мы обращаем внимание, здесь просто все настолько сжато, чтобы просто было понятно примерно, что к чему, но все равно это не значит, что нужно игнорировать вот эти все правила, они все есть, они все неизменные, то есть это основополагающие правила, которые всегда были, будут, их нужно всегда соблюдать, каким образом соблюдать, это уже должно рассказать вам ваш преподаватель, и раскрыть каждый из этих вопросов максимально, как только это сможет сделать, искусственные ресницы должны плотно прилегать основанием к ресницам клиента, это тоже к тому, когда кончик, например, отстает от ресницы и неплотно прилегает, это тоже приносит громадный дискомфорт и много проблем клиенту, в том числе, это может для вас это как плохая носка, например, а для клиента это дискомфорт и неудобство, в том числе, потому что они могут быстро выпасть, потому что они не проклеены полностью, а также этот кончик незакрепленный может постоянно доставлять дискомфорт, потому что он просто-напросто будет постоянно мешаться. Так, должны ресницы располагаться параллельно друг к другу, не допускается перекрещивание отдельных ресниц. это в пункте направления обычно я даю располагаться параллельно друг к другу. Да, они должны перекрещиваться, это по большому счету от направления как бы, да, никто не умрет, ничего страшного не будет. Помимо эстетической составляющей, когда вы смотрите, а работа выглядит неопрятно, все вкривь, вкось. Также и основание ресницы от того, когда она заваливается, она тоже меняется, то есть там есть конкретные какие-то изменения, однако само по себе направление искусственных ресниц, если оно, то есть оно никак не физически не будет ощущаться, то есть оно понятно, что никак не помешает, однако на все остальные пункты будет очень хорошую такую давать след, тень, поэтому с направлением очень часто новички не справляются, но опять же, если это не глобально, если это не критично, если это там что-то где-то чуть-чуть заваливается, в целом ничего страшного, этот пункт самым, я думаю, что вот из всего, что можно накосячить в наращивании ресниц, вот этот пункт самый безобидный. Так, при необходимости для достижения плавности перехода так-так-так следует использовать искусственные ресницы различных размеров. Ну, понятно, это тоже, чтобы не было это тоже симметрия, это разметка, это то есть все вот-вот туда. Рекомендуемая длина от 7 до 13, размеры должны быть согласованы с клиентом, при этом следует соблюдать максимальное соотношение длины искусственной к длине ресниц клиента 2 к 1, да, то есть не нужно вообще в принципе использовать ресницы, которые намного длиннее, намного плотнее, большой объем, то есть все, что вот многое перегружает, это опять же вредит клиенту и не соответствует безопасности проведению процедуры. при наращивании ресниц необходимо соблюдать следующие условия, так, прикрепление без пропусков на каждую, симметричность на оба века, то есть, чтобы не было на одном пусто, на другом густо, это все, опять же, есть видео по симметрии, там тоже можно посмотреть, равномерность густоты, не допускается осуществлять наращивание ресниц в случае, это то есть противопоказание, когда нельзя, заболевание глаз и век, вопрос, как я могу определить вот заболевание у нее или не заболевание, все равно по внешним признакам можно примерно понять, что что-то не так, поэтому будьте просто очень внимательны к клиенту, если нужно, какие-то материалы, фото, видео, посмотрите, как это все выглядит, какие заболевания могут быть, как они примерно, то есть, как их можно визуально определить. Недавно перенесенные пластические операции на веках, да, блефоропластика, ну и в целом, какие-то косметические операции, они актуальны, к ним очень часто прибегают, поэтому после пластической операции нужно, чтобы клиент, конечно, следовал рекомендации своего доктора, это разное может быть количество, но в целом месяца два точно не стоит наращивать ничего, не допускается делать наращивание ресниц при наличии аллергической реакции, безусловно, наличие аллергической реакции, это такой подводный камешек, подводное течение, которое естественно никто никак не может сразу распознать, то есть клиент может рассказать о том, что вот когда-то у меня было там что-то там и описать там свои симптомы и так далее, но часто бывает, что это и не была никакая аллергическая реакция, часто бывает, что может быть сейчас у нее ничего и не случилось, то есть она тогда сделала, а сейчас сделала и ничего нет, в общем это все заключается специальная договоренность между вами и клиентом, если есть подозрения, конечно, лучше проводить тест, наращивать несколько искусственных ресниц, она походила день, два, три, посмотрела все ли в порядке, потому что чаще всего даже на совсем малюсенький компонент сразу будет дана реакция и не реакция глаза покраснели после процедуры, это не аллергия, я так вообще возмущена этой темой, действительно, я просто, я не знаю просто почему все ладно, это возмутительно, делать ожоги клиентам, а потом говорить, что это аллергия, ну блин, это не аллергия, минутка зла, прием клиентам гормональных препаратов, также различные препараты конечно могут сказаться на носке ресниц, на том, как себя ведет клей, как это все приклеивать, там может быть очень много причин, то есть мы же не знаем какое заболевание и в целом клиент не обязан никому рассказывать, что у него, чего, какую терапию он проходит и так далее, может не хочет она говорить, но есть всегда риски, поэтому лучше опять же заключать договоренности, предупреждать об этом, некоторые скрывают, но это вот остается на совести клиента, но чаще всего знаете, практика показывает, что если у клиента аллергия, если у клиента гормональные какие-то там неполадки и так далее, он скажет невозможность нахождения клиента в одном положении длительное время, это опять же здесь, может быть какие-то перенесенные, может быть операции, беременность, то есть любые какие-то физические ограничения, которые не позволяют клиенту долго находиться в одном положении, нездоровое состояние собственных ресниц клиента, много существует всего, конечно разбираться прямо с медицинской точки зрения не готово в этом и лучше конечно не рисковать, может быть выпадение очень сильное или повреждение, то есть наращивание ресниц может повредить, если свои в нездоровом состоянии. Срок сохранения функциональных свойств наращивания ресниц должен составлять не менее двух недель. Не менее двух недель. Поэтому конечно скажу так, конечно все это зависит от того, какую вы взяли нагрузку, какую вы взяли длину, какую вы взяли толщину, как она сходится с тем, что натуральная какая ресница, то есть понятно, какой объем. Это все влияет, но если все эти параметры соблюдены и ресницы правильно подобраны, по длине, по толщине, по изгибу и так далее, и сделано полностью с технической точки зрения все верно, то две недели не меньше должен ходить клиент. Там типа через неделю все выпало, ай ладно, вы сами виноваты. Опять же, по практике очень редко такое бывает. Но никому неохота ходить к вам реально каждую неделю и что-то там переделывать. И кроме того, и кроме того, и кроме того, если у них действительно какое-то осыпание преждевременное случилось, никогда не надо им отказывать и говорить, что я вас не возьму, у вас там прошло две недели, у вас там прошло три дня, у вас прошло четыре дня, гарантии нету, или гарантия один день, или гарантия два часа, две недели и все. Если что-то произошло, нужно разбираться, почему, какие причины. Итак, основные этапы наращивания ресниц. Значит, они подразделяются, этапы на подготовительный, знакомство с клиентом и консультация, технологический, собственно, самонаращивание и завершающий. На подготовительном этапе, подготовительный этап, пожалуйста, будьте внимательны, это подготовительный этап. Еще клиент не лежит у вас на кушетке, вы должны подготовиться заранее, вы должны прийти на рабочее место заранее или подготовить его таким образом, чтобы когда клиент пришел, все было готово к процедуре. На подготовительном этапе оформляют рабочее место мастера, осуществляют стерилизацию инструментов, проводят в порядок кушетку, подбирают одноразовую, простынь, салфетки, шапочки, тра-та-та, все расставляют. В общем, это подготовительный этап, это до того клиента еще нет. Вы готовите заранее, вы приходите заранее, вы все это подготовили и только после этого можете приступать к работе. А к работе вы еще не можете приступать, потому что следующий этап это знакомство с клиентом и консультация клиента. То есть здесь вы беседуете, подбираете эффекты, длины, толщины, потребности, то есть все, что необходимо сделать, у вас идет коммуникация с клиентом, вы выясняете все-таки, что она хочет, может быть, какие-то фотографии и так далее, что она вам покажет. То есть вы должны прийти к взаимосоглашению на этом этапе. Заключаете договор, она знакомится, если не знакома с противопоказаниями и так далее. Задает какие-то вопросы, может быть, по уходу и так далее. Следующий этап технологический этап наращивания ресниц. Это когда клиент уже размещается у вас на кушетке и вы приступаете к работе. Дезинфекцию рук проводит мастер. Про дезинфекцию я также писала. Вот это вот пшик-пшик два раза. Это совершенно не состоятельная история. Она не работает. Так делать не надо. А как надо делать, прочитайте в Телеграм. Приклеивает гелевую подушечку на нижнее веко. При необходимости фиксирует подушечку скотчем. Ну, то есть там уже технически идут составляющие. После чего обезжиривание натуральных ресниц, при необходимости нанесения праймера и так далее. Далее. Непосредственно наращивание ресниц проводят по принципу каркасной техники. Вот видите, здесь говорится, что наращивание ресниц лучше проводить в каркасной технике. И я в самом-то деле соглашусь, потому что потому что работа вот в книжке вот этой ресницы за ресницей она, конечно, имеет свои плюсы, но она имеет много минусов, особенно когда если вы новичок, так, от внешнего уголка к внутреннему, то есть здесь по сути от внешнего вы пойдете к внутреннему или к внутреннему, от внешнего, ну, как бы без разницы. Это все уже больше раскрывается именно на обучениях по наращиванию ресниц, то есть вам тренер, преподаватель уже рассказывает, какие есть плюсы и минусы, что-то рекомендует, каким образом, какую последовательность выбрать. По окончании так, клей, значит, просушивается, снимаются гелевые подушечки, повязка, шапочка снимается, ресницы расчесываются. Одно слово буквально про клей просушивают, наверняка у всех есть вентилятор, да, или какой-то веер, веер раньше был. В самом деле ничего просушивать не надо, если капля свежая, она у вас буквально, то есть вот вы завершили работу, сделали проверку, что-то там доставили, да, если где-то что-то отклеилось, и пока вы снимаете там натяжку века, пока вы снимаете патчи, то есть буквально две минуты все высохло. Здесь не надо ничего просушивать, если клей у вас быстро сохнущий, и капля свежая, то есть ничего, ну и соответственно, параметры воздуха правильные, ничего просушивать дополнительно не надо. На завершающем этапе мастер дает клиенту рекомендации по уходу за ресницами, так, уточняет сроки коррекции состояния наращивших ресниц, и заносит карту клиента. Карту клиента удобно иметь, да, действительно уже многие на них перешли, как бы, ну да, классно все помнится, все записывается, все удобно, все визиты, они зафиксированы. При необходимости осуществляют коррекцию ресниц после наращивания коррекции проводят путем замены искусственных ресниц, потерявших эстетический вид на новые искусственные ресницы. По истечении срока ношения ресниц осуществляют их снятие химическими препаратами с целью растворения клея и отсоединения искусственных ресниц. Все, то есть она поносила, вы сняли. Следующий интересный пункт. Прежде чем к нему, вот смотрите, основные показатели качества услуг, да, мы их посмотрели, то есть здесь технические параметры, которые нужно, важно соблюдать. Правильно? Правильно. И основные этапы наращивания ресниц, то есть каким образом, какой алгоритм, как вы должны действовать, тоже очень важно. То есть в целом, если вы даже новичок и это видео смотрите, вы уже примерно представляете, как должно происходить наращивание, да, и если вдруг вы пришли на какое-то обучение, где вот этого нет, вот даже вот этого, где нет, то увы и ах, вы пришли не туда, нужно идти в другое место. Требования к персоналу. Понятно, что все из перечисленного важно, но вот должно быть хотя бы что-то, хотя бы технические моменты основные и какой алгоритм работы, это должно быть обязательно. Хотя я считаю, что требования к персоналу являются не менее обязательными, чем технические нормы и подбор помещений, материалов и так далее. Значит, здесь внимательно, видите, здесь много выделено. Персоналы, оказывающие услуги по наращиванию ресниц, относят мастеров, занятых непосредственно обслуживанием клиентов и администраторов по организации обслуживания клиентов. То есть непосредственно обслуживанием занимаемся мы, мастера, если у нас есть еще дополнительные сотрудники администраторы, то есть они уже занимаются какими-то организационными моментами. Но в целом мастер может включать в себя две эти функции. Мастер по наращиванию ресниц должен соответствовать следующим требованиям. Значит, какие требования, требования, какие требования. Иметь профессиональную подготовку и пройти аттестацию в соответствии с квалификацией и профессиональными стандартами. Программа обучения не менее 144 академических часов. Как раз таки вот эти вот все часы и профессиональную подготовку она вот и была введена и обязывает мастеров иметь именно вот такое длительное обучение. Оно у меня есть, если что. Знать и соблюдать правила обслуживания санитарно-эпидемиологические нормы, порядок обеспечения качества и безопасности услуг по наращиванию ресниц. То есть, опять же, какое помещение, как, что в нем должно быть, то есть, нормы по обработке инструментов и так далее. Знать основы эстетики и направления моды. То есть, понятно, что есть свой почерк мастеров всегда, но основные нормы все-таки нужно знать. Опять же, есть видео по моделированию и там есть основные правила, как делать работу эстетически красивой. Знать характеристики материалов, клеев, инструментов и технологического оборудования. Вы должны знать, как работает клей, из чего он делается, какой вообще происходит процесс, что за инструменты, какие у них особенности, как их выбрать. Ну вот, да, большинство из того, что вот я сейчас перечислила, как бы есть в открытом доступе, у меня есть специальные даже файлы, можете спокойно их скачивать, смотреть и прямо по пунктам проверять, все ли в порядке. Владеть художественными приемами при оказании услуг по наращиванию ресниц. Художественными приемами, что значит художественными приемами? Наверное, что-то здесь о какой-то творческой части, я имею в виду сочетание каких-то цветов, в этом, я думаю, что направлении. Соблюдать профессиональные эстетические и этические нормы, вежливость, тактичность, доброжелательность, внимательность и прочее. Уметь быстро реагировать на сложные ситуации, разрешать разногласия и конфликты с клиентами. Сложный пункт, но это опять же требование к персоналу. Если у вас нет специально обученного человека, который вежливо встретит, предложит что-то там, проводит, решит конфликтную ситуацию, то вы должны это уметь делать сами. Мастер по наращиванию ресниц должен повышать свою квалификацию, обязательно должен повышать свою квалификацию, потому что оценка вас самим собой не является объективной, оценка вас вашими клиентами тоже не является объективной, и в целом оценка вас другими специалистами тоже не является объективной, но когда вот эти три пункта вы прошли, сами себя оценили, специалист, профессионал вас также оценил, и ваши клиенты всем довольны, тогда окей, тогда все, все вы делаете правильно, вы значит действительно мастер, профессионал, так, администратор, тара-та-та-та, специальную подготовку, в общем, это если у вас есть дополнительный дополнительный персонал, или может быть вы работаете там в каком-то салоне, например, то есть там администратор, администратору делегируется какая-то часть полномочий, так, персонал, исполнитель услуг должен проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, это медицинская книжка у меня тоже есть кстати обязательно должен проходить периодические медицинские осмотры обязательно обязательно это не так сложно в самом деле это не то, что даже вас обязывает профессия понятно, что обязывает профессия вы работаете с людьми но также для вашего здоровья различные медицинские там чекапы также необходимы так инструктаж пожарной безопасности исполнитель должен работать в спецодежде и соблюдать правила личной гигиены гигиены рабочего места производственной санитари значит спецодежда халат или что-то какая-то сменка хорошо если вам не нравится халат да какой-то но вы какой-то просто не носите повседневную одежду когда вы работаете с клиентом что-то сверху например какой-то халат или какая-то рубашка то есть ну то может быть у вас какая-то униформа там есть специальная чтобы вот с этой уличной одеждой не сидеть над лицом клиента гигиена рабочего места соответственно производить уборку и так далее при биозавивке ресниц это мы соблюдаем составы и так далее при наращивании та-та-та сроки годности ну и обязательно конечно соблюдать сроки годности материалов это как бы безусловно обязательно нужно смотреть что вы используете когда оно испортится делать пометки и так далее очень частая история про клей когда хочется сэкономить покупается большой объем например а просто объемов работы не хватает клиентов не хватает и это все портится а это выбрасывать жалко ну и в общем начинают использовать часто когда уже все нарушенные сроки лучше так не делать итак требования безопасности и экологичности значит услуги должны быть обеспечены безопасно и вот здесь важно при оказании услуг по наращиванию ресниц должны быть обеспечены безопасные условия для жизни и здоровья клиентов и сохранить их имущество соблюдением правил и требований установленных нормативами трата российской федерации документами и так далее помещения используемые для оказания услуг должны соответствовать нормам и правилам пожарная безопасность санитарно-гигиенической технической то есть там все тоже в документах все прописано все все здания должны быть оборудованы правильно никакие там не аварийные не страшные с нормальными ремонтами с нормальными полами с нормальной проводкой и так далее требуется соблюдать требования охраны окружающей среды техническое состояние содержания помещений системы вентиляции водоснабжения трата канализации здесь тоже пункт к тому что за всем нужно следить если вот у вас есть там ваша квартира или дом где вы живете где вы работаете за всем нужно следить вся техника всегда выйдет из строя она не может работать вечно ваши инструменты выходят из строя они каким-то образом там деформируются ломаются все что угодно с ним происходит какие-то кондиционеры они требуют также постоянного ухода периодического хотя бы да то есть обязательно нужно за всем что у вас есть в кабинете следить и за этим своевременно все это обновлять ну и соответственно не сидеть в тех помещениях где нарушены правила там безопасности да какая-то там прорывает все время канализация или там нет воды или наоборот постоянно затопление то есть таким образом вы должны подобрать свое рабочее место и соответственно за ним потом следить так для исключения аллергической реакции перед наращиванием ресниц клиентов впервые проводят пробное наращивание ну вот это то о чем я уже говорила аллергии на аллергопробу можно пригласить если есть такие предпосылки или клиент беспокоится или знает что раньше было то есть смело приглашайте это займет у вас максимум 15 минут времени поставить по несколько ресниц и таким образом вы уже точно убедитесь что все в порядке и процедуру можно смело выполнять так по окончании процесса по окончании процесса должна быть произведена дезинфекция инструментов утилизация отходов так в общем все это вывозится утилизируется специальные организации то есть все должно быть обустроено таким образом чтобы дезинфекция у вас была беспрепятственной чтобы в доступности были там какие-то мусорные баки и так далее все все всего лишь 9 страниц и то 4 из которых это дополнительная информация и вы можно сказать уже внедрены в профессию по наращиванию ресниц и если вы новичок вы уже сможете сложить какое-то впечатление о профессии а если вы уже работающий мастер и возможно если вы не видели этот документ то вы уже привнесете в свою работу какие-то изменения возможно что-то вы не знали возможно что-то вы сейчас из этого нового почерпнули поэтому вот еще есть приложение добровольно информированное согласие то есть вот даже вот это у вас есть вы можете смело там это все скачивать и составить добровольное согласие клиента которое он подпишет то есть все то что необходимо то есть вот оно даже здесь дано здесь библиография какие законы используются то есть при повторном исследовании этого документа вы можете все дополнительные здесь почитать документы ну и собственно все вот они 9 страниц я прикреплю их прямо вот этим pdf файлом и вы можете спокойненько и вы можете спокойненько ими пользоваться поэтому файл прикреплю можете его изучить еще раз и таким образом мы заканчиваем получилось длинное достаточно видео но вся информация которая здесь была всю мы ее пролистали просмотрели надеюсь что это видео было полезным видео 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 ós